Крутыми спусками и эффектными падениями запомнятся прошедшие выходные молодым специалистам «Газпромдобыча надым». Ежегодное первенство по сноуборду организовало молодежное объединение компании. Соревнования прошли на снежном склоне в окрестностях города, объединив более 50 любителей снежного экстрима. Пока на юге распускаются нарциссы, надымчан все еще одолевает жажда зимних приключений. Именно она привела на склон неудержимых работников компании. Соревнования молодежки проходят всего во второй раз, но уже собрали в четверо больше участников. Одни встали на сноуборд, другие – на горные лыжи. Желание побеждать есть всегда, но сегодня задача хотя бы поучаствовать, доехать до финиша без травм, получить заряд эмоций положительных. Но, собственно говоря, в таких мероприятиях я участвую первый раз. Вообще катаюсь на лыжах с прошлого года. Пришел сюда с отличным настроением покататься, ощутить адреналин в крови и, собственно говоря, провести время с пользой для здоровья. Я сноубордист, начинающий. Всего в моей, так скажем, сноубордистской практике более 20 спусков, наверное. Чуть менее 30, но более 20. А падений сколько? Падений больше, намного больше. Бывалые сноубордисты спешат успокоить. Падать много и часто приходится абсолютно всем. Поначалу. Те, кто не боится набить шишки, остаются в этом спорте надолго. Так вышла с Татьяной Яворской. Сейчас она учит держать равновесие дочь, а сама встала на доску 12 лет назад. Предложили научиться, согласилась, попробовала, понравилась. Мне вот с тех пор всегда движет одно. Почему? Если других получается, значит и у меня получится. Да, готов. Готов. На старт. Внимание, марш. Организаторы установили на трассе 16 так называемых ворот. Спортсмены проходили их змейкой. Кто быстрее, того и лавры. Условия одинаковые для всех возрастных категорий и дисциплин. К слову, фаворит этого дня очевиден. На 8 лыжников пришлось почти полсотни поклонников снежной доски. Слава как раз является одной из наиболее простых дисциплин. То есть она скоростная. Попробовать себя могут как новички, так же как и опытные. Опытные просто проходят за меньшее количество времени эту трассу. Лететь с ветерком со склона – милое дело. Дальше еще веселее поднять себя из снаряжения обратно наверх. Всего-то две сотни метров в горку. Неудивительно, что по пути на старт встречаются импровизированные зоны релакса. Опять же, пока поднимался, устал. Решил прилечь, отдохнуть маленечко. Так делают большинство стомбордистов, которым путь велик еще далеко-далеко до этой горы. Параллельно соревнованиям инструкторы предложили всем желающим пройти школу сноуборда. Похоже, в следующем году весенние покатушки под корпоративным флагом соберут еще больше любителей экстрима. «Газпром» вообще молодцы, что почаще поддерживали, проводили такие соревнования массовые. Народ хочет заниматься в Надыме. Надо давать людям возможности. Очень хорошо развивается в этом спорте. Есть люди, которые представляют Россию, даже надымские парни, которые за Россию катаются на международном уровне. Высокий уровень показала и эта встреча на склоне. Победители и призеров определили в каждой категории участников. По сумме набранных баллов среди филиалов лучший результат накатали спортсмены администрации. Серебро взяла сборное управление организацией реконструкции и строительства основных фондов. А замкнули тройку лидеров транспортники.